Ну что, ребят, добро пожаловать на седьмой этап формулы 1 на гран-при Канады. Собственно, здесь мы наконец-то пробуем свои модификации в разделе ДВС, которые нам приехали в Монако. Также в третьем сегменте было вот такое небольшое столкновение с Аконом в последней С, благо я не вылетел никуда, но, к сожалению, для Акона я подпортил эту сессию и он не смог мне показать никакое время. По итогу, второе место в квалификации, что очень хорошо, плюс я был близко к пол-позишну. Что ж, надеюсь, что и в гонке будет такой же хороший темп, поскольку, ну, есть опасения, что у Вилимса все равно эта трасса довольно будет быстрая для них и мы не сможем нормально бороться. Но посмотрим, как все-таки пойдет. Также на гонку у нас будет квалификация в один пидстоп, в втором сегменте я прошел в третий на ультрасофтах, потому что это единственная, опять же, возможность побороться как-то с Вилимсами. Поскольку, если я буду идти на стратегию в два пидстопа, к сожалению, мне точно не хватит темпа на таких вот трассах, где куча прямых, у нас пока его нету, прям такого, как у Вилимса. Ну, да ладно, перейдем к стартовой решетке, где на первом месте расположился у нас Лэн Стролл, на втором месте расположился я, на третьем у нас Сергей Сироткин, на четвертом Льюис Хэмилтон, на пятом у нас Чака Перес, на шестом Вальтери Боттес, на седьмом Себотян Феттель, на восьмом Чеша Леклер, девятый у нас Макс Верстаппин и десятый Стабанкон. И снова у нас нету в топ-десятке Кими Райкерина, которого мы уже не видели в этой топ-десятке, ну, с самого начала сезона вроде он еще ни разу не попадал, но может быть один раз. Кими у нас берет штрафы и стартует вообще с последнего места, прям рядом с двумя болидами Торороса. Ну что ж, Торороса, в принципе, тут не может что-либо противопоставить по сравнению Феррари, но посмотрим, сможет ли Кими хоть как-то прорваться хотя бы в очковую зону. Собственно, опять же, стратегия в один пидстоп, ультрасофт и суперсофт. И переходим к старту. И старт был дан, я кое-как срываюсь с места. Серовский меня тут же обходит за счет того, что у него много лучше старта, и плюс на старте у него все-таки гиперсофт, за счет чего он имеет большее сопринясь с дорожным покрытием. По итогу, проиграв одну позицию только Серовскому, слава богу, я продолжил круг. Также старт с ТВ-камеры, собственно, мой хреновый старт опять пробуксовкой, но ни одного меня там позади прогулсовка была еще у Ботаса, но при этом он смог потягаться с Пересом. Льюис пытался меня по внешней траектории обойти, но на разгоне я уже смог оторваться от него более-менее к третьему повороту. Собственно, также еще был контакт между Пересом и Ботасом. И также Льюис попытался меня обойти, но очень плохо зашел по траектории в Шикану, по итогу потерял скорость, время, и просто-напросто они с Ботасом отстали от меня. Потом Леклер продолжал у нас прорваться, также в конце Пилоту нашла у нас борьба между тремя болидами, это Реглино, Хас и Рэдбулл. Собственно, в последнем повороте они втроем даже умудрились как-то войти, и по итогу Хас во всем этом деле выиграл даже. Но на следующем уже прямике же, старт-финишном, его тут же обошел обратно Рикьярда, вернув свою позицию. Ну, так как Хас не может пока соревноваться еще с Рэдбуллом, пока не тот у них болит, им приходится довольствовать за тем, что они смогли как-то обойти и потеряли ту же позицию. Также после пидстопа Льюис продолжал уже прорваться потихоньку, Феррари между собой тоже продолжали борьбу, после того как Феттл сделал свой пидстоп, и по итогу, как обычно, они друг друга начинали замедлять, потому что ехали просто бок о бок. В итоге, кое-как закончил свою борьбу наконец-то, они уже приступили к Торроросо, которая шла впереди них, и, собственно, уже начали разбираться с ней. Феттл спокойно прошел Торроросо, ну а Рэйк, ну к сожалению, повезло меньше, и он еще потерял позицию по отношению к Форс Индии. На шпитал, что круглый у нас выезжает виртуальная маршрутка безопасности, выходит, потому что эта же Форс Индия развернула Торроросо, просто из-за того, что произошел контакт небольшой. Из-за чего я пользуюсь этим моментом, заезжаю на пидстоп, позади меня в этот момент был еще Стролл. По итогу я отыгрываю небольшое время, потому что для меня сейчас это очень важно, поскольку в иконке у меня не было такого хорошего темпа, как была в квалификации, и по итогу мне надо было как-то отыгрывать это время. Сиротка не ехала как Стролл, что меня радовало хотя бы одной проблемой меньше, ну и также он где-то затерялся в пилотоне после своего пидстопа. Я же выехал позади Стролла, где-то в 10 секундах от него пытался его нагнать. Позади у нас также происходила борьба, в последнем повороте все время были контакты у нас, благо никто не улетел в стену чемпионов, хотя в прошлом году, да, я умыгрывался на квалификации влететь в эту стену. Ну ладно, борьба у нас между Хасом и Заубером, который Хас выходит победителем. Итак, на 21 кругу я обхожу Стролла, когда он делал свой второй пидстоп, и уже пытаюсь как можно дальше отъехать, но при прохождении уже первого поворота он уже по сути выезжал из пидстопа. По карте было видно то, что разрыв был не особо большой, он составлял где-то 5-6 секунд, соответственно Стролл на новых покрышках меня спокойно догонит, когда у меня уже был слегка поношенный даже суперсофт. На 25 кругу мы также догнали еще и двух круговых на Торросах, собственно, без каких-либо проблем я прошел Гасли на прямой за счет слипстрима и ДРСа, ну почти без проблем, да, ему пришлось просто оттормозиться, чтобы я его смог пройти нормально, поскольку Торроса на прямой могла что-то показать. И так же произошло из Хартли. По итогу я имел ДРС на прямой, старт финишный еще, и за счет этого кое-как смог заработать еще небольшое преимущество над Строллом. Но на следующем кругу уже Стролл начал меня потихоньку прессовать, пытался обойти меня в последнем повороте в шикане, но у него это не вышло. Также у нас сошел Дэн Риккардо, из-за чего Стролл меня не смог опередить в конце второго сектора, поскольку именно тот момент начиналось с желтой флаги, и по сути это считалось нелегальным обгоном под желтыми флагами. Но потом у нас шел уже обычный сектор, и спокойно Стролл по внешней траектории, на выходе шприки меня обгоняет, без каких-либо проблем, за счет лучшего, опять же, сцепления за дорогой, и также начинает потихоньку оторваться, плюс у него еще был ДРС. Впереди нас круговые продолжали воевать, это было в Форсунде и Рэдбул, из-за чего они неплохо так себя замедлили и соврали небольшую группу в виде еще и Хаса с Феррари, из-за чего Стролл замедлился, и я смог его догнать и опередить, и даже еще смог опередить на круг Феррари. И по итогу мы начали вот так вот проходить круговых постепенно, напрямую у меня, конечно, были проблемы, поскольку Стролл был всегда ДРС, а у меня он не всегда был, но из-за того, что Стролл мне обходил, у меня был все-таки еще Слепстрим, а Слепстрим на моем деле это был помощнее оружие все-таки. По итогу вот такая у нас борьба шла, до определенного момента. Момент этот был и называется Чако Перес, с которого Стролл въехал. Я не знаю, почему он не решил притормозить, да, его по сути заблокировал, но он въехал, поверил приедение антикрылова, и просто тут же заехал на пидстоп на этом же круге. По итогу, да, еще я чуть не въехал в Мандорну, поскольку впереди воевали, опять же, круговые, и они замедлили друг друга. По итогу Канада выиграна, снова четвертое гран-при уже из семи выиграна, в принципе мы неплохо идем, и также мы неплохо развиваем, опять же, Блит. То есть, скорее всего, мы сможем опять доминировать над всем Пелотоном, и в частности над Вильямсом, хотя вот у Вильямса, по сути, больше всего шансов нам противостоять. И пока что у нас большие проблемы на скоростных трассах, где больше всего прямых именно участков, а не с поворотов. Хотя довольно странно то, что опять же, в поворотах у нас больше скорость, чем у Вильямса. Но может быть все-таки в Испании это было бы условно больше прижимной силой. Ну, все возможно. Итоговые результаты. Стролл у нас сделал трипидстопа, кстати, да, Сироткин сделал тоже трипидстопа. У него была стратегия, так же, как у Мерседеса в прошлом сезоне, на трехпидстопах. Только тогда у Льюиса был хороший темп, а у Сироткина, к сожалению, его не было. Ну и в Кубке Конструкторов Вильямса отрывается снова. Мы же с Астроллом в разрыве семи очков. То есть, буквально одна победа над ним, и я спокойно поравняюсь с ним по очкам. Что очень хорошо для меня. Следующий этап у нас, по сути, будет во Франции, где нам также еще и приедет первое большое обновление в снижении лобового сопротивления. Уже последнее, по сути. И посмотрим, насколько болит от этого станет даже быстрее. По контактам их, опять же, было немало. В основном они были в последнем повороте. Но все обошлось без каких-либо остановок в стене чемпионов. Выигрываем соперничество над Саенсом. Собираем лишние очки. По поводу модификации, я сейчас начну уже потихоньку качать шасси наши, самые убогые почти в Платоне. Худше только у Торроста, наверное. В движке я решаю взять последние модификации на мощность. И после этого в ДВС нам останется закрыть только две больших модификации на топливо и ЕРС. И надо будет подумать над ЕРС, поскольку заряда, по сути, на один быстрый круг и не хватает. То есть к концу круга у меня все время заканчивается заряд, хотя на Вильямсе такого, опять же, не было. Также думаю, куда пристроить последние свои ресурсы. И решаю то, что почему бы не снизить вес. Быстрее будем разгоняться, будет проще проходить повороты за счет того, что у нас будет меньше веса. На этом, ребят, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят. Пока-пока.